приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами уделим внимание стирке белья поговорим о том когда правильно это делать какие народные приметы советы рекомендации и традиции стоит выполнять что в вашем доме всегда было изобилие достаток и благополучие давайте вместе с вами будем более подробно далее разбираться наши предки со всей серьезностью на протяжении всей жизни относились к знаком которые вселенная подавала им каким-либо образом есть очень много народных примет как говорится на все случаи жизни которые касались повседневной и обыденной жизни людей существует очень много строгих правил и бесчисленных запретов которые касались и привычных домашних дел такие предметы как постельное белье одежда шторы занавески все остальное что сделано из ткани со временем загрязняется покрывается пылью и пятнами каждой хозяйке приходится это стирать так было и в те времена то есть в настоящее время то есть будет это всегда без такого отношения к вещам никак не обойтись раньше стирка была тяжелой работой она затягивалась на несколько дней чем труднее удавалось достичь желаемого результата тем больше и появлялась народных примет к счастью все эти трудности уже остались позади наши дни стирка не связана с такими неудобствами как было ранее и не отбирает уже много сил и времени загружая грязное белье в стиральную машину насыпав порошка нажав несколько кнопок и через время мы сами получаем чистое даже почти сухое белье но несмотря на это нужно соблюдать все народные приметы которые связаны со стиркой чтобы не притянуть к себе вред и неприятности народные приметы и правила стараются передавать из поколения в поколение для того чтобы скрасить нашу жизнь 9 более безопасной уберегая нас от необдуманных поступков и действий ведь стирать нужно именно так в нужное время в нужные дни и никак по-другому и так давайте далее более подробно об этом поговорим а прямо сейчас друзья в комментариях напишите слово изобилия и тогда вселенная пошлет вам огромный денежный поток и так друзья очень важное слово изобилия напишите его прямо сейчас в комментариях и так друзья вы знаете что время после заката солнца считается таинственным и наполненным нехорошими энергиями так как вечернее в ночное время активизируется негативные энергии которые тесно связаны со злом различная нечистью если постирать белье в это время и вывесить его сушиться то но за ночь берет себя столько негатива что потом избавляться от него придется очень долго плохо также это что она будет сохнуть под лунным светом если в данный момент луна окажется на небе это может стать причиной нервных расстройств а также привлечет неудачу вашу жизнь сложное даже материальное положение на вещи которые оставались сохнуть ночью можно легко и быстро навести порчу и на их владельца почему стирать ночью нехорошо вы уже поняли для этого нужно обязательно использовать другое время суток но опять же нельзя стирать вещи ранним утром если человек начинает свой новый день со стирки это чревато тем что смоется удача не только у него но и у всех кто находится с ним рядом считается что идеальным временем суток для стирки будет середина дня перед тем как наступит обед такая одежда сможет защитить от таких негативных явлений как сглаз и порча а также поможет оставаться здоровым сушить белье нужно на солнце это делается для того чтобы она наполнялась солнечной энергией так тогда такая одежда будут исцелять и согревать своего владельца но и здесь есть свои нюансы большую роль играет и сам день недели его нужно выбрать правильно чтобы не причинить себе вред рассмотрим когда же это стоит делать все знают что понедельный день тяжелый поэтому на этот день не планируется ничего особенного многие в настоящее время придерживаются этого правила и большие молодцы если стирать в этот день в понедельник то можно на хорошую работу и должность не рассчитывать остаться без заработка что ухудшит материальное положение а постиранные вещи очень быстро потеряет свой внешний вид они растянутся или порвутся стирка постельного белья в такой день в дальнейшем будет чревато бессонницей головными болями а что еще хуже размолками в семье ссорами а порой и разводами далее вторник вы знаете стирка во вторник может привлечь к семье беду в особенно если постирать постельное белье в этот день если у вас возникает такая необходимость можно постирать что-либо мелкое нижнее белье кухонные полотенца головные уборы носки и фартухи считается что если в этот день постирать крупные вещи то они не только быстро испачкаются но и будут притягивать к вам потоки негатива ну а если человек оденет на себя такую одежду то будет подвержен простудным заболеваниям далее середина недели друзья у нас с вами среда казалось бы но нейтральный день однако не стоит ожидать от стирки каких-либо особых результатов вещи будут постираны но пятна не отстираются а значит и негатив из них не уберется а человек надев такие вещи будут притягивать неприятности вещи постиранные в среду могут куда-то пропадать быстро рваться и изнашиваться считается что если незамужняя девушка будет стирать в среду то муж ей достанется с плохими привычками а если во время стирки еще и намочить свою одежду то замуж не выйдет достаточно еще очень долго далее четверг вы знаете четверг благоприятный день для стирки все что будет постирана в этот день сохранить свою форму цвет и будет служить еще долгие годы человек который надевает вещи постиранные в этот день в четверг притягивает к себе удачу денежные потоки и счастье если стирать в этот день постельное белье то семейные отношения становятся более теплыми и крепкими если предметы интерьера то светлой энергией будут наполнять дом и в нем будут уютно находиться также недаром четверг считается денежным днем как видите очень хорошо в этот день и стирать и проводить практики на привлечение изобилия достатка и благополучия далее друзья у нас с вами пятница и в пятницу стирка категорически запрещена особенно это касается обеденного времени если при не пренебречь этим правилам то в дом потянутся неудачи и проблемы это будет касаться уже всех живущих в нем людей женщина затеявшая стирку в этот день таким поступком разрушит свое энергетическое поле и будет подвержена любому влиянию со стороны ее будут легко сглазить тоже не начнут возникать конфликты в семье а девушка не принявшая во внимание энергетику пятницы не встретит своего суженного а если находится на данном этапе в отношениях то такие отношения к сожалению только разладиться если мужчина будет принимать участие в стирке или даже просто развешивать белье он притянет к себе серьезные проблемы на работе а также ссоры и сплетни далее у нас с вами друзья суббота субботу также не нужно заниматься стиркой так как в этот день стирка предвещает раздоры в семье супруг может начать изменять или обзаведется плохой привычкой может даже начать выпивать неспокойная ситуация в семье будут мешать спокойно находиться в доме а негативные энергии будут витать в воздухе а также постоянно отсутствие денег будет присутствовать в таком доме с каждым таким нарушением правил все к сожалению будет только усугубляться помните пожалуйста об этом далее друзья у нас с вами воскресенье это последний день недели это день отдыха и в этот день нужно отдыхать и посвящать время своему духовному развитию заниматься стиркой значит привлекать денежные потери болезни и беды и эти проблемы могут затронуть всех членов семьи недаром библии прописано что воскресенье отдай день этот себе помните пожалуйста ну а чтобы новое постельное белье и вещи носились дольше первый раз нужно постирать их на новолуние также нельзя заниматься стиркой на рождество христово и другие праздники особенно в церковные и на новый год потому что это повлечет за собой негативные последствия также не стоит стирать свои вещи в свой день рождения это также ни к чему хорошему не приведет лучше подождите пусть пройдет один день и вы тогда уже займетесь стиркой также это может быть связано с тем что весь год после этого будет неудачным семья может распрощаться с материальным благополучием а потери могут быть значительными а также и то что болезни начнут преследовать вас и вашу семью конечно же есть особые правила которые существуют и при стирке мужской одежды считается что мужская одежда должна стираться отдельно в таком случае мужчины не будут заглядываться на других женщин будет целеустремленным и успешным таким способом женщина стирающие белье и отдающая частичку своего тепла переплетает его энергетику со своей дело отношения крепкими и неразрывными но чтобы вернуть мужа который ушел к другой женщин нужно трижды постирать его рубаху сполоснуть после этого проточной водой и трижды проговорить следующие волшебные слова как вода стекает всей рубахе так стирается лик соперницы с памяти мужа моего выходит из сердца его он о ней забывает навсегда будут и дальше со мной рядом жить как и прежде меня любить но если постирать мужские вещи оставить их на улице когда начнется дождь то ждите серьезных конфликтов и разногласий с мужем могут начаться и постоянные выяснения отношения которые ни к чему хорошему точно не приведут если замужняя женщина оставит свое постиранное белье во время дождя на ночь это притянет не депрессию и страхи вместе стирая одежду мужа женщина намочит свою одежду водой мужчина может уйти в запой или же потерять работу если ли муж любит заглядывать на других женщин чтобы это прекратить нужно выстирать его майку в проточной воде и делать желательно это на убывающую луну и далее сказать такие слова как лик луны убил убывая такие измены исчезают по жизни мы с супругом будем идти вместе любовь у нас будет бесконечной проделывая это простое действие ваши отношения обязательно наладятся а измены прекратятся также помните о том что нельзя одновременно стирать вещи всех членов семьи это притянет проблемы и череду неудач женские вещи нужно стирать отдельно как и мужские вещи так и детские если постирать мужские и женские вещи вместе то удача отвернется от них если вещи мамы и ребенка то ребенок начнет капризничать без причины нельзя и постиранные детские вещи оставлять сохнуть на улице дабы нечисть не забралась них и тем самым может причинить вред ребенку если в роду намечается свадьба не нужно в этот день кому-либо из родственников затевать стирку чтобы молодоженов не постигли финансовые проблемы и какие-то конфликтные ситуации во время стирки вещь вывернулась наизнанку это говорит о том что она надежно защитить своего владельца от негативных посылов пока он будет ее носить также обращаем ваше внимание что в мае не стираются одеяло и покрывало это может способствовать тому что из дома уйдет близкий человек или беды настигнут кого-то из членов семьи если вы постирали вещь постельное белье и обнаружили на на чем-то дырочку с ровными краями постерегитесь кто-то из близких вашем окружении хочет вам навредить например наслать порчу постарайтесь избавиться от этой вещи что что с не сделать вам здесь уже подскажет только ваша интуиция спать на неглаженном белье нельзя помните об этом также нельзя спать и на влажном белье так как в таком белье накапливается негативная энергия порой и темные силы которые могут полностью изменить судьбу человека поставив его на путь который будет связан с лишениями бедами и финансовыми неприятностями если в супруге будут спать на наглаженном белье то между ними никогда не будут возникать разногласий также если вы проведете ночь на неглаженном белье то тогда не ждите удачи в карьере или в своем бизнесе и так друзья вы должны понимать и знать о том как в незнание могут притянуть те или иные последствия вашу жизнь поэтому очень нужно придерживаться и знать как правильно проводить стирку и не опасаться что что-то сделаете не не так народные приметы появились нашей жизни не случайно это знание которые применяются с целью защиты чтобы обезопасить жизнь оказать в нужную минуту помощь и избежать тех или иных проблем поэтому постоянно изучайте что-то новое так как это поможет вам проживать счастливую и беспроблемную жизнь кто еще в комментариях не написал слово изобилие обязательно напишите друзья слово изобилия поставьте лайк тогда вселенная пошлет вам огромный денежный поток сами каста был канал эзотерика для тебя друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео